Что есть предложение? Начать. Итак, всем добрый вечер. Наш сегодняшний семинар будет посвящен облачным хранилищам данных. Я представлю сначала Кораблин Александр, преподаватель Центрациалист. Зайдете на наш сайт, почитайте подробнее, что там написано. Здесь общая информация о том, что уже много-много лет мы учим. Так вот, возвращаясь к нашей теме. Облачные хранилища. Начну я с последнего слайда. Дело в том, что у нас скоро стартует как раз курс. Такой знаменательный курс. Дело в том, что Microsoft наконец обновлять стала линейку своих курсов. Это уже второй в этой линейке. Буковка «Д» в конце 2019 года курс. И он как раз посвящен будет облачным технологиям. И у нас менеджер любит преподавателю сказать, а давайте вы, Александр, расскажете что-нибудь интересное про этот курс. А давайте, я сказал. И что про этот курс можно интересно рассказать? Ну, действительно, в этом курсе каждый модуль, а их там 10, включает в себя какую-то, ну, скажем так, там от простенькой до более средненькой по сложности лабораторки. Но все они связаны с облаком. То есть есть учетка, которая к этому курсу раздается. И можно попробовать не только почитать и что-то реализовать, вижу, у студии, но и развернуть это в облаке, посмотреть, как это там будет выглядеть, как это будет конфигурируется и работать. И, соответственно, в курсе себя включать по главам разные аспекты. И развертывание сервиса, и настройка безопасности кэширования, и много чего интересного. Но мне показалось, что все-таки с точки зрения преподавателя, вот меня, да, который занимается программированием, все-таки как-то ближе ко мне, это не конфигурирование, а именно хранилища данных. Потому что, да, их тоже, конечно, нужно настроить. Но после того, как они настроены, надо их еще, эти хранилища, допним, опрограммировать. И здесь есть запросы и так далее. С хранилищами еще связана одна интересная позиция. Их много. И вам придется выбирать. И дело в том, что, конечно, можно сказать, давайте мы будем хранить, а как это можно всем подряд использовать в хранилище? Вы же не будете один свой набор данных или там с какой-то информацией хранить в разных хранилищах. Это дорого. А разные хранилища обеспечивают и разные с точки зрения возможностей какие-то, например, хранилища есть, где можно перезаписывать данные, а где их можно только добавлять. Объемы разные. И оплата разная. И выбрав и сохранив в одной из хранилищ свои данные, если это было сделано неудачно, да бог с ним, с кодом. Вы его потом перепишете. Но вам придется все данные оттуда вынуть и переложить в другое хранилище. А я думаю, что это потребует много-много усилий. Именно перевод. А это значит, и логика программы немножко поменяется. Но в целом, конечно, лучше здесь не ошибиться с самого начала. Поэтому обзор наглянем, что здесь, какие хранилища, как ими, может быть, удастся воспользоваться. Для каких целей в нашей программе ими удастся воспользоваться. И первое хранилище, которое, оно действительно, наверное, является самым богатым по своим возможностям, а по цене самым недорогим. Это хранилище блок для больших неструктурированных объемов данных. Более того, оно делится внутри себя технически, это хранилище, на три раздела, три разных варианта. Не так я сказал, именно вариант. И когда вы выбираете один из этих вариантов, уже изменить тип его нельзя. Поэтому, ну, скажем так, можно только оттуда вынуть данные и выбрать другой вариант, переложить по новой, но поменять уже нельзя. Значит, что у нас есть в этом хранилище для больших объемов неструктурированных данных? Первый. Так называемый блок, блокс. Здесь вы можете сохранять данные блоками. Смотрите, размер блока до 100 мегабайт. Количество блоков до 50 тысяч. Там где-то перемножали, естественно, все это есть на сайте. Чуть меньше 5 терабайтов получается. Ну, объем достаточно, вы скажете, ну, 5 терабайтов по нынешней временам это и не очень-то много. Да, не забывайте, все, что мы будем сейчас разбирать, оно работает по следующей схеме. Я не стал рисовать на слайде. У вас есть аккаунт, который вы регистрируете на портале облачной вот этой службы. Внутри этого аккаунта вы создаете контейнер и внутри этого контейнера, а их может быть много контейнеров у вас в регистрированной аккаунте, и внутри контейнера вы регистрируете блок, выбирая его тип один из трех, которые нельзя изменить. И вот этот один конкретный блок, блок, может быть до 5 терабайт. То есть, вы понимаете, сколько вы их можете выбрать, да, там, на вашем, да, ради бога, вы можете их там десятками, их внутри контейнера создавать. Так что это просто один, да, объем, который обслуживается, вот такой у него, есть такое физическое ограничение. Что здесь важно? Здесь важно, что у каждого блока есть, он там красненький, я пометил, такое понятие, как ID, это принципиальный момент. Дело в том, что когда мы с ними работаем, если целый набор этих блоков, у них есть ID-шники, набор ID-шников, по этим ID-шникам мы какие-то изменения делаем, фиксируем изменения, и некие, по сути, как транзакционность, да, и вы в этом блок-блобе можете выполнять, видите, любые операции. То есть он такой универсальный. Читать, писать, видите, можно заменять, добавлять, удалять, и так далее. При этом, при этом, например, когда вы туда что-нибудь загружаете, то, или там, может быть, выгружаете какие-то данные, то там это можно делать в параллельных потоках. То есть если большие объемы информации, то при этом, наверное, пропускная способность может быть создана очень-очень неплохо. Это раз, блок-блок. А дальше пошли варианты, которые, ну, скажем так, позволяют улучшить какую-то одну, но очень серьезно, может быть, даже на порядок какую-то одну позицию. Смотрите, значит, у нас есть такое понятие, как пейдж-блок. Здесь размер фиксированный для каждой страницы 512 байтов. Если там любой, здесь четко 512. Один пейдж-блок, который вы создаете в контейнере, максимум у него до 8 терабайтов. вполне неплохо, но он оптимизирован под что? Видите, операции random, read, write, то есть, можно в любом месте читать, в любое место писать, но мы это делаем блоками по 512 байт. Понятно, что никто вас не заставляет именно писать 512, вы можете писать и больше, но они должны быть кратно 512. При этом размер вот этой одной операции записи, он тоже ограничен 4 мегабайтами. Согласитесь, вот это именно оптимизация под произвольное чтение запись может быть крайне полезным, но это реально пейдж-блок, это когда у вас какая-то информация разбитая на блоки, вы с этими блоками работаете, потому что любой может потребоваться, любой может быть изменен, любой, и это будет быстро происходить. Это будет быстро. Но есть еще третий вариант, например, ну понятно, что первый вариант, который у нас был блок, это что такое большие объемы структурированных данных, ну это видео, какие-то вот такие огромные двоичные наборы данных, которые являются монолитами, размер любой. Здесь может быть действительно речь идет о каких-то документах, в которых есть информация, мы читаем, кусками меняем, кусками пишем. И третий вариант рассчитан на, по сути, это логи. это тоже блок, но он позволяет данные только добавить, естественно, в конце аппенд делать, и здесь размеры блоков могут быть опять же любыми, разными, но ограничены они 4 мегабайтами, та же самая, да, 50 тысяч блоков на один этот блок, но смотрите, да, то есть вы читаете, делаете аппенд, оптимизация именно для этой операции, нету здесь ни инсерта, ни делита, ну что, в чистом виде лог, вы пишете информацию, информация поступает, может быть, не из одного источника, а много всяких разных счетчиков, которые смотрят что-то в работающей программе, фиксируют, и туда пишут. Естественно, вы понимаете, что внутри самого облака подобные хранилища используются самим облаком, те же самые все, весь мониторинг ведется в виде логов, поэтому считайте, что они нам дают те же хранилища, которыми пользуются сами, так что они не просто оптимизированы, они уже и жизнью проверены, что они работодспособны. что здесь еще интересного было сделано. Дело в том, что я мне как бы вот этот курс приходилось читать по облачным технологиям достаточно давно, но Microsoft обновляет так неспешно, и поэтому самому было интересно посмотреть, а что же реально нового появилось, ну да, эти три блоба были тоже всегда, в целом-то, ну может быть append блоба не было, вот был блок-блоб и page-блоб, но здесь интереснее добавилась новая технология, которая называется, вот она здесь у меня на этом слайде показана, значит, есть только для варианта блок-блоб уровни доступа, что это значит, вот они нарисованы, три варианта, значит, идея взята, по сути взята из жизни, не совсем идеи, а задачи, которые мы пытались красиво решить, смотрите, представьте, что у нас идет какое-то исследование, достаточно серьезные объемы данных собираются, и вот на первом этапе данные очень активно поступают из разных источников, их очень много, это вот как раз вариант хранения информации в этом блок-блобе, который называется горячий. Что здесь? Здесь политика цен разная у этих первых двух позиций, горячий и холодный. Политика цен у горячего, здесь цена доступа к этой информации меньше, а цена хранения чуть больше относительно холодного. Здесь все наоборот, в холодном будет цена хранения будет меньше, а доступ будет больше. Смысл такой, да, то есть вы активно в течение периода времени собираете информацию, просматриваете информацию, корректируете, добавляете, может как-то ее каким-то образом упорядочите, там какие-то анализы статистические, представляете, там проверка целостности, там пропущенные данные, выбросы, это мало что там придется с этим делать. Прошел этот период, сколько он может быть по времени, а там все настраивается в этих уровнях доступа, но в принципе вам там дедку умолчанию 30 дней, если вы можете поменять это, но дальше, дальше это попадает информация, она переходит в вариант холодного. И это означает следующее, что вы данные продолжаете хранить, пользоваться ими, но пользоваться доступ будет реже, потому что они вам действительно меньше стали нужны. Вы просто иногда туда что-то добавляете, кто-то отстал, какую-то информацию недособрал, и она тогда сюда будет добавляться. Поэтому работа с данными, чтения, запись, она будет реже. И соответственно здесь цена выше, но объем это растут информации, поэтому хранение здесь дешевле по сравнению с горячим. Теперь представьте, все, вы закончили все этот весь период, всю информацию собрали достойно, и дальше раз было здесь на базе этой информации какая-то посчитана статистика, какие-то расчеты были сделаны, неважно. Важно только, что после того, как вы эти расчеты получили, вам эту информацию неплохо было бы оставить, мало ли там понадобится что-то проверить или там в будущем когда-нибудь уточнить. Может быть там другие появятся статистические варианты математики, и мы захотим еще раз провести этот анализ, но может быть новые данные через 5 лет добавим. Поэтому вся эта информация, это гигантский объем, мы можем сбросить в архив. Значит, архив он оффлайн. То есть, если мы из архива захотим прочитать, их надо будет из архива восстанавливать. Это займет час или часы, в зависимости, конечно, от объема. Но они там хранятся надежно, как и все информации в облаке. И цена там хранения на порядок меньше. Вот в чем здесь очень интересный момент. поэтому это как вот в жизни происходит с данными. Если я из архива какую-нибудь заказываю там справку, но я подожду, и здесь то же самое. Ну, за прошлое там до 50 лет данные заказываю, но подожду я два часа, ничего со мной не произойдет. Хорошо. Это блог. Первый вариант. Только первый. Второй вариант. Цены потом еще глянем, у нас времени должно хватить. Второй вариант. Файлы. Ну, здесь коротенько сейчас найдем их. Вот они. Что они предлагают? Они предлагают файловую систему в облаке для нас поддерживать. И самое в ней приятное, то, что она действительно получается распределенной. То есть мы к ней можем, если мы эту файловую систему там себе сделаем, в этом танилище обращаться из разных мест, откуда угодно, с офиса, с мобильных каких-то из других городов, она действительно получается распределенной. Доступ к стандартному протоколу. И что приятно, эта файловая система поддерживает гибридный сценарий. То есть у вас часть может быть данных, часть файловой системы у себя на предприятии, часть каких-то там в облаке, и что-то между ними там, синхронизация возможно быть, может быть настроена. все это готово. И опять же, под все под это диагностика, метрики, аналитика и так далее. Кто там, что делал, обращался и так далее. Какие файлы востребованы, все это можно сделать. Значит, не забыли, они, конечно, пожаловаться в своей статье документации облачной, что у них нету пока, пока, они работают над этим, но у них здесь нету вот для этой файловой системы Active Directory аутентификации на что-нибудь типа Active Directory и нету еще доступа, который управляется Access Control List. Но делают они, пишут, работают над этим. Так что здесь будет и, соответственно, со временем и безопасность на уровень высокий доведена. Но это выйдет по возможностям файловой системы с ней будет работать как с файловой системы по стандартному протоколу, то есть вы работаете не с какими-то там страницами, блогами, файлами, совсем другая идеология. Где-то это может быть крайне полезно. А если у нас предприятия там огромные какие-то, не просто объемы данных, а действительно там документы оборот какие-то там может быть полезны. Еще одна позиция, которая идет как достаточно интересная, это виртуальный жесткий диск. Когда вы в ООО, ну если вы делали и делаете у себя виртуальный жесткий диск образ чего-нибудь и так далее. Значит, вот этот вертуальный жесткий диск, его можно, значит, существует возможность его в облаке, это называется менедж диск в облаке. Значит, менедж понятно, потому что они всем этим управляют, а чем они управляют? Ну, может быть, я не сказал, это крайне важно, но в облаке как минимум любая информация хранится трижды. Поэтому вот эти все там блобы, которые мы смотрели и так далее, вся информация дублируется трижды, трижды, что обеспечивает надежность информации, защиту от разных сбоев. Они никогда не хранятся трижды на одном физически, да, в сервере компьютера, они хранятся, даже если хранятся при самом дешевом варианте, в одном дата-центре, локально, да, в одном, но они там будут на разных устройствах физически разнесены. А можно попросить и более дорогой вариант, чтобы это хранилось и распределенно в регионе, на разных дата-центрах. Там есть, по-моему, порядка пяти вариантов, откроем калькулятор, я тут кнопать и смотрите, где этот вариант, где вы можете выбирать, как оно будет храниться, эти копии, где. Так вот, это для всех вариантов действий. Поэтому то же самое для диска. Вы можете взять, создать какой-то свой, сделать какой-то образ, какая-то ваша виртуальная машина, которую вы собрали, и может быть у вас этих виртуальных машин вариаций много, да? Вы занимаетесь разработкой, тестированием, у вас есть виртуальная машина там одна, вторая, двадцатая, тридцатая. Пожалуйста, смотрите, здесь это масштабирование до этих виртуальных дисков до тысяч, не одна тысяча, не тысяча. Более того, они не то, что там хранятся надежно, вы же понимаете, вы можете взять, что-то начать с ним делать, изменить, соответственно, тогда может быть вам понадобится и бэкап предыдущий, и применяется служба Азори Бэкап, которая существует для управляемых дисков. до тридцати двух это эти самые, два в сороковой этот тетабайты, соответственно, получается до тридцати двух, да, ну, это чуть, по-моему, если терабайты, по-моему, это получается тридцать один, что ли, где-то там близко сначала. По-любому, то есть, вы можете прям взять ваш образ и туда отправить, например. Что еще существует для этих управляемых дисков, он же управляемый, какие-то там сервисы есть. Вы можете делать вот эти вот снэпшоты, то есть, моментальные копии, они только для чтения, но вы их можете создавать, соответственно, много, то есть, это как бы состояние, да, что-то работает, и раз, сделали состояние, раз, сделали состояние, раз, сделали состояние, но можно откатить. Ну, кто пользовался виртуальными машинами, Microsoft, там, помните, есть такая опция, снэпшоты, и они могут быть, из любого снэпшота, может быть, виртуальными машинами, то же самое, здесь все это поддерживается в облаке. Ну, и можно сделать образ. Что здесь они понимают под образом? А дело в том, что виртуальная машина, она включает в себя несколько дисков управляемых, во-первых, сам диск операционной системы, диск с данным, вот это два управляемых диска, которые и представляют виртуальную машину. Вот если вы делаете снэпшот, вы делаете моментальную копию одного какого-то конкретно указанного управляемого диска, а образ все управляемые диски виртуальной машины в одном образе. Так, это была очередная версия хранения данных. Еще очень своеобразно выглядит то, что называется таблица. Здесь представьте себе одну гигантскую таблицу. Ключевое слово одну. Потому что вот здесь по сути контейнера нету, берете ваш аккаунт, и в него добавляется таблица. Одна. И в этой таблице могут быть строчки entity. Вы скажете, я хочу еще одну таблицу. Да ради бога, но у нас это никак не будет связано. У вас каждая таблица, она одна отдельно. Между ними нету связи. У таблицы нету схемы. Каждая строчка один мегабайт, не больше. В этой строчке три столбца, а всего 255 столбцов, три столбца жестко заданы. Вот они написаны. Некий ключ раздела, ключ записи. Ключ записи должен быть уникальным в пределах одного раздела. Допустим, разделы идут по городам. А, значит, соответственно, row key в пределах одного города это должно быть что-то уникальное. Ну, вот тут уже сами смотрите на свои данные и выбирайте. Ну, таймстэм понятно, временная метка. И ваши данные свойства, которые вы храните в этой строчке, да, конкретной какой-то бизнес-сущности, до, видите, сколько? Осталось вам 252 позиции. В одной таблице могут храниться разные сущности. Какая разница? То есть, в первой строчке хранится ваших 20 свойств и еще там, допустим, в миллионе строк 20. Это какие-нибудь там, я не знаю, продажи. А дальше идут в этой таблице еще какие-нибудь данные, но которые имеют по 125 свойств. И могут быть еще ниже там, через 100 тысяч другая информация. Это абсолютно здесь все возможно. однако, это было всегда, это я и раньше все видел и знаю. Сейчас интересная появилась новая возможность. Посмотрите, вот она как называется. Это не совсем сторидж. Мы когда откроем калькулятор цен, мы видим его отдельным пунктом, как облачная база Asia SQL. Также вот это Asia SMDB. Это некая не SQL-евская база, очень серьезно с точки зрения структурированных данных позволяет работать, XML, JSON, документы, иерархические данные и так далее. Но она не SQL-евская. Но это про нее отдельно почитайте. Но у нее в этой базе есть своя собственная версия таблицы. Так и называется CosmoDB Table API. Так вот, что они здесь улучшили? У них теперь идет индексация вот в этом CosmoDB Table API по всем вашим свойствам автоматически. То есть здесь только у нас видите ключ один уникальный два столбца создают один ключ, а там получается индексация идет по нему, а там индексация по всем вашим свойствам автоматически. Соответственно серьезно увеличивает скорость поиска информации. Вот что в таблицах она вообще всегда была неплохой, но за счет вот этого индексирования тотального она стала ну я не знаю на порядок точно выше. И еще очень важно, так как это Cosmo, тут у нас все Cosmo в этом варианте, она глобально распределена. То есть таблица ваша, которая Asia Table в одном регионе доступна, а эта будет доступна если надо, если вы хотите из разных регионов, как и вся вот эта Cosmo ДБ. Поэтому если кто-то собирается работать с таблицами, ну надо конечно посмотреть в сторону более современной версии, которой Cosmo ДБ и ЛАПИ. Но есть там преимущества. Это производительность, больше операций, в секунду глобальная распределенность и так далее. Так, хорошо, это все? Нет, это не все. Дело в том, что еще одна появилась интересная технология, которая называется, а что-то я очередь пропустил. Не понял. Давайте, нет, что-то я как-то перепрыгнул. Давайте последним это озеро пить. Достаточно старая тоже технология, она была всегда, вы можете хранить свои данные в очередь, скажешь, ну очередь это сообщение, а нет, это их задача. То есть Q здесь называется асинхронная очередь сообщений и задач. Смотрите, значит, задача, сообщение, это месседж. Какая разница, что хранить месседж? Информация. До 64 килобайтов может быть размер вот этого одного сообщения. До, специально написал, какого-то там числа, месяца 17-го года, могло оставаться в этой очереди сообщения неделю максимум. так как она и сообщение, и задача, она может оставаться в очереди, как вы настроите. Там есть значение в этом параметре минус один, что означает бесконечно. Ну, если кто-нибудь обработает, когда-нибудь эту задачу сделает, в конце концов, то она покинет эту очередь. Но, в целом, там можно выбирать теперь из любого значения. Операции в очереди понятны. Мы можем добавить и можем задачу вынуть, обработать, и она, соответственно, покинет эту очередь. Но, вот, это, здесь, наверное, ключевым будет то, что это синхронно. То есть, кто-то поставил, а тот, кто обрабатывает, может быть, он очень занят, или его вообще нету. А может, он вообще находится где-нибудь локально, и он к этой очереди будет обращаться. У всех здесь служб, у хранилища есть URL. Если вы выдали разрешение, соответствующие ключи в доступ, смогут обращаться и с предприятия, с каких-то компьютеров, серверов, то, понимаете, эта очередь, она может как для взаимодействия. Я кинул туда, кто-то извлек, оттуда, пожалуйста, задача решается. у них есть еще пару очередей, но уже своих собственных, там у них есть MessageBus, но это действительно для тотального взаимодействия. Это можно у себя в бизнес-логику построить своего приложения на этих очередях. Так, файлы были, ну вот, и теперь последний. Значит, эта технология тоже новая, причем она уже не просто новая, а ее уже еще успели поменять. Видите, она называется как-то генерация 2, то есть совсем недавно была генерация 1, они в нее улучшили, добавили, изменили, в общем, не важно, чем была генерация 1, сейчас важно, что сделали они здесь. А сделали они следующее. Вот смотрите. Представьте себе хранилище блоков. И дешево, и помните, блоки любого размера, там ограничения есть 100 мегабайтов, но это размер большой. Но информацию там искать достаточно сложно, если в огромные объемы. И представьте, вы, например, захотите какую-то информацию, например, которая принадлежит одному городу, ее все удалить. О, это надо найти, это целая история. Поэтому, что они предложили? Они объединили блок с иерархией каталога. То есть, теперь у нас физически его можно представить, как на нашем жестком диске папочки, каталоги, да, это все вот такая структурированная некая логика. И там, в этих, соответственно, каталогах, подкаталогах и находятся ваши объекты, блобы. А теперь представьте, что конкретная папочка, это конкретный город, и ее удаление, или там еще что-нибудь, переменовое, это будет теперь атомарная операция. Это не просто становится быстрее, это там даже, не знаю во сколько раз, это быстрее работает. Поэтому вот за счет вот такого, да, улучшения, вот такой новой структуры, которую они сюда добавили, ну, это, конечно, получилось очень интересная оптимизация, очень интересная. Еще, что позволяет делать иерархии каталога? Безопасность. Теперь безопасность на уровне каталогов и объектов, которые в этих каталогах лежат. и если теперь с другой стороны посмотреть, раньше вот этот Azure DataLay, он был первой генерацией, не на блобе основы, а сетно дороже стоил, а блоб, он самый дешевый вариант хранения данных. И получается, они объединив, по сути, две технологии, объединив две технологии, сделали очень, очень красивый решение. Вы знаете, кому оно нужно? Вот. Самое главное. Дело в том, что это не просто хранилище для огромных объемов данных, оно еще позволяет применить к этим данным какую-то аналитику. Причем, не нужно эти данные куда-то преобразовывать, копировать, что-то с ними делать. Они прям там, на месте, могут быть обработаны. Потому что, вот здесь, вот посмотрите, внизу как раз коротенько написано, вот эти все средства, все среды Apache, Adobe, которые существуют, там целый список, у них есть теперь, наверное, не без помощи Microsoft и их команды разработчиков. Специальный драйвер, который позволяет к этому озеру данных обращаться непосредственно. Вот это, конечно, интегрирование к России. Во-первых, свои возможности по огромному хранению надежного, масштабируемого информации и плюс применение к нему средств аналитики. Модель безопасности, видите, Account Control или Sposix, то есть здесь есть выбор, выбор можно использовать. Давайте мы коротненько откроем и глянем, что же там с точки зрения не только самих вот этих вот у нас, то, что мы сейчас видели, вариантов, но что там и еще интересного в плане цен. Посмотрите вот здесь на самый верх. То есть я зашел на этот pricing калькулятор разуровский. Значит, вот что мы сейчас с вами разбираем, да, вот эта часть, это и есть как раз Storage Accounts. Отдельно идет Asia SQL, отдельно идет, вот она, это CosmoDB, ну да, это отдельно. А мы смотрим Accounts. Я нажал на эту кнопочку и здесь внизу как раз появилась возможность выбирать Storage Accounts. Значит, для того, чтобы правильно здесь что-то сравнивать и выбирать, нужно, конечно, одинаковые, наверное, входные данные задавать. Ну, а с другой стороны, чем тут можно и поуправлять. Вот он, видите, стандарт написан. Что такое стандарт? А, ладно, давайте возьмем что-нибудь другое. Давайте возьмем блок. Здесь появляются два варианта. Performance и Standard. Значит, Performance и Standard. Ну, как-то на самом деле мало разделения. Их я на сайте видел четыре варианта. Ну, будем считать, что ладно, здесь выбирается так, глобально. У них информация хранится. Вот если Premium, то это высокопроизводительные SSD. А стандарт более простой вариант SSD и обычный, самый обычный жесткий диск. Поэтому и цена будет серьезно меняться. Вот смотрите, видите, например, мы берем самый дешевый вариант блок, блок. Вот он 150, да, а переходим на стандарт, согласитесь, да, ничего так цена изменивается. Ну, не в 10 раз, но в 8. Это просто цена захранения. Проверяем. Тысячи гигабайтов. А если здесь я меняю, тоже тысячи гигабайтов. Видите? То есть, конечно, значит, скорее всего, стандарт это жесткие диски обычные. Но там производительность, конечно, серьезно меньше. Скорость, да, производительность все меньше. То есть, вот этот момент, ну, мы будем брать по минимуму. Дальше, вот еще какой момент нужно выбирать. Вот эти вот аббревиатуры с такими вот ужасными, это как раз относится к понятию репликации. То есть, а где будут храниться эти три копии? L это local, Z это в одном классе, в одном регионе. Вот этот GRS, это получается в одном регионе и в дополнительном, удаленном от основного. Ну, и там еще с нюансами сразу. А будет что-нибудь меня, если я поставлю? Видите, да, цена, конечно, растет. Вы же куда-то еще в дополнительной собираетесь копию отправлять. Значит, там же будет место, еще там будет одна копия. Ну, раз еще одна копия, вы видите, значит, мы берем по минимуму. Так, еще что здесь важно, какой вы выбираете Storage Account, у него есть такое понятие тип, тип этого самого аккаунта. Вот, вот списочек небольшой, они все выбрасывали. Сейчас, конечно, они предлагают переходить вот с этого V1 на более современную версию, и версия, которая General Propos V2 для Storage Account, она позволяет работать с любыми данными. То есть, посмотрите, вот он список, да, пожалуйста, и блогы, и таблицы, и все, все, что мы разбирали, здесь все. А если, например, взять V1, V1 тоже все, но там какие-то сервисы вы теряете, там теряются сервисы, сейчас не буду, я не готов сказать конкретно что, но что-то там, таблицы у них есть. А если взять только блок Storage, вы видите, у вас будет, черный поменялся, ну давайте, допустим, возьму Table, Table Storage, вот даже здесь, пропало в General Propos, но здесь как-то, куда-то они, Storage Account, вот я выбрал озеро, я не могу выбрать другого ничего, кроме V2. Ну да, так оно и есть. В общем, в целом, наверное, нет смысла пытаться брать какой-нибудь аккаунт более простой, потому что цена от этого не зависит, то есть, если мы выбрали, например, стандарт, в одном дата-центре хранятся копии, то вот у нас, пожалуйста, выбираем любой из этих вариантов, и цена-то не меняется. А, даже этот хуже. Ну правильно, они заманивают. Все понятно. С этим все нормально. Нормальный маркетинг. Так что, так что разумно брать общий вариант. А вот, смотрите, если это блок, видите, да, файл, и раз, и горячее пропало. А если у нас здесь будет блок, ну как он все вот этот вот бесконечный интерфейс, ничего, работать не работает. Вот, если вернуться на блок-блоб, то вот он как раз появляется, возможность настроить вот этот уровень доступа. Насколько я знаю, можно настраивать на уровень доступа, когда вы работаете с аккаунтом, только горячий и холодный. Архив, он не настраивается. Он просто, эта программа уже внутри аккаунта администрироваться, когда уходит в архив. Но так или иначе, так или иначе, вы видите, да, то есть здесь есть, конечно, разница. Все-таки вот этот холодный, он, хранение дешевле, да, там доступ дороже, но хранение дешевле. Вот эти все операции, которые записи, там идут дальше, они будут давать большую сумму, большую сумму для холодного. Видите, здесь 15, а здесь больше, 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 и пришли на 26, а там было 21. Поэтому здесь не надо смотреть только на хранение, здесь еще надо, что вы будете делать. Так, хорошо, значит, идея в этих выборах понятна. Теперь смотрите, блок-блок, 20 тысячи гигабайт, берем какой-нибудь Q, нет, не Q, табло, таблица, 45, та же самая тысяча, или, например, файловая система, это не то, менедж диск, менедж диск, менедж диск, это не то, менедж диск. Что тут у нас получается? Я беру размер менедж диска, допустим, 256, и мне их тогда нужно 4, чтобы было 1000 гигабайт. Вот, пожалуйста, третий, 45. То есть, получается тот же, та же тысяча, 45. И действительно, выходит, что блок, он самый, если не премиум, а стандарт, он самый, с точки зрения суммы, вариант доступный, самый доступный. Поэтому ты построил, вот этот Data Lake, второй генерации, на нем, умно, ничего не скажешь. Здесь, конечно, все продумано. Естественно, если вы знаете свои данные, и понимаете, что и как вы будете с ними работать, вам еще здесь нижнюю часть придется проработать, потому что здесь, видите, операции, вы же платите за что? Вот посмотрели за размер, но вы еще платите за выходной трафик, за транзакцию. Видите, да? Вы платите, тут целый список, поэтому тут надо все это смотреть, видите, где-то ноль идет, где-то какая-то стоит сумма. Поэтому это все, конечно, надо смотреть в комплексе. Если вы представляете, и какие у вас данные, и какая будет с этими данными, операции, нагрузки и так далее, то это, конечно, вам будет... И еще учтете, какие хранилища эффективно позволяют выполнять операции. Те, что вам нужны, операции для ваших данных. Может быть, не каждое хранилище в поддержке, даже если оно дешевое. Вам придется посмотреть и для себя подобрать идеальный вариант. И это возможно. Выбор здесь, слава богу, колоссальный. Так, ну что ж, это мы посмотрели. Остается только открыть вот эту последнюю страничку. Если есть вопросы, вы спрашиваете. Если есть какие-то вопросы тех, кто у нас был, можно и в чате что-то сейчас задать. Ну, я, конечно, попытался кого-то отметить. Николай Р. Николай трудно будет найти. Ну, не знаю. Может быть, не так это стало страшно. Если вопросов нет, то все приглашаются на наш сайт почитать, посмотреть, если у себя что-то интересное. Да, было приятно вам это все рассказать. И до новых встреч. Всем спасибо за участие. До свидания. До свидания. Запись отключаю. Субтитры сделал DimaTorzok